Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, вы все знаете, что вот в мире фигурного катания есть два лагеря, значит, Терри Тутберидзе, тренер, и Плющенко, который сейчас за последнее время переманил нескольких подопечных. По-моему, некоторые из них вернулись обратно. Значит, тем не менее, такое противостояние есть. Для Плющенко, понятно, это высокодоходный бизнес, как мне кажется, не без подачи его супруги Рудковской Академии Плющенко. Ее не было, вдруг создали, переманили всех, кого можно было. Значит, и, естественно, это вызывает раздражение. И вот хореограф группы Терри Тутберидзе, Алексей Железняков, значит, вызвал на бой Плющенко. Вызвал он его, я вчера снимал видео уже об этом, не стал его выкладывать, потому что, думаю, новость не новость совершенно. Вызвал, в общем, он его достаточно жесткими такими словами, что ты опять струсишь, давай разберемся по-мужски и так далее. И самое интересное, что Плющенко принял этот бой, сказал что-то без проблем, значит, там, с перчатками, с перчатками, без перчаток, без перчаток, по правилам, значит, по правилам, без правил, без правил, как хочешь, значит. То есть Плющенко, в общем-то говоря, никогда не отличался боевым каким-то нравом, но в последнее время, вроде, поговаривают, он занимается там индивидуально, но, видимо, он как-то в этом смысле поверил в себя. Вот. И вы знаете, все дело в том, что вот сегодня новостная лента пестрит заголовками о том, что Плющенко приготовился к бою без правил с хореографом группы Тутберидзе. Вы знаете, вот у меня такая мысль пришла. Ну, наверное, это печально. Наверное, это печально, когда у нас фигурное катание и вообще спорт в последнее время это не достижение, не какие-то грандиозные победы, да, а только лишь допинговые скандалы, лишение, значит, антидопинговым комитетом всемирным наших спортсменов возможности выступать за свою страну под нашим же флагом. То есть, как себя чувствует спортсмен, представьте, когда он приезжает, все спортсмены с флагами своих стран, а наш спортсмен с каким-то безликим серым флагом выступает сам за себя. Но это же чудовищно. Спортсмен должен чувствовать принадлежность к своей стране, должен чувствовать, что он выступает, что за ним люди, за ним страна. То есть, это подстегивает человека к победам. И вот, если взять фигурное катание, ну, чемпионат России прошел. Я смотрел, мне очень понравились выступления девочек. Действительно, есть такие, которые просто, ну, впечатление, как будто лебедь просто по озеру плывет. Очень красиво. Но вместе с тем, наверное, я думаю, что все-таки стоит как-то, я думаю, что и Плющенко быть более мудрым, если уж он решил быть, значит, тренером. Потому что в данном случае, мне кажется, он и своим подопечным подает-то не очень хороший пример. Согласитесь со мной. Потому что, вы знаете, тренер ведь это не только тот, кто показывает, как правильно прыгать и как правильно кататься. Это тот человек, который, в первую очередь, создает личность. Да, потому что все мы знаем, что великие спортсмены, спортсменки, которые побеждали на Олимпийских играх, на разных состязаниях, в первую очередь, они были личностями. И победа там одерживает иной раз даже не техническая какая-то подготовленность, а личностные, значит, качество характера, упертость, значит, какое-то правильное понимание жизни и так далее. Дисциплина. Устраивать в фигурном катании что-то наподобие, знаете, вот таких вот звездных разборок, звездных, да, мне кажется, это совершенно неверно и неправильно. И хореограф мог все что угодно говорить. Но хореограф это хореограф. Это уважаемый человек, видимо, и так далее. Но если уж ты взялся быть наставником для детей, то ты должен быть соответствующим примером того, как реагировать и на такого рода выпады. А не готовиться к боям без правил. Если ты взялся быть наставником для детей, будь наставником для детей. И, соответственно, учи детей тому, чтобы они побеждали на соревнованиях, да. А не занимайся, извините за выражение, херней для того, чтобы драться с хореографами из группы другой, значит, из группы другого тренера в ринге, в перчатках, без перчаток и так далее. Они сейчас еще билеты, не дай бог, начнут продавать на это мероприятие. Конечно, этого не будет, но, вы знаете, Плющенко вот сказал, что у нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил, пожалуйста, это все можно организовать. Он добавил, что готов к разговору, я всегда открыт, он может приехать поговорить со мной. Друзья, ну, вы знаете, я понимаю, что, конечно, здесь можно и в перчатках, без перчаток и так далее. Но еще раз говорю, что мне кажется, человек, который вообще в данном случае, я считаю, вот данного рода ответы, какая-то комиссия может быть есть, не знаю, квалификационная комиссия для тренеров или еще что-то, которая должна рассмотреть профпригодность соответствующую некоторых людей, потому что любой хореограф может сказать все что угодно. Но если ты глава академии, если ты тренер, который под флагом этого тренерского штаба собрались звездочки, которые действительно готовы покорять вершины спорта, ты не имеешь морального права на некоторые вещи, на которые имеет право хореограф. Ты не имеешь права говорить некоторые вещи, которые имеет право говорить хореограф. Ты не имеешь права дать себе возможность, значит, показать этим звездочкам маленьким, этим детям, что ты готов к боям без правил, когда это фигурное катание. Мне стыдно вообще абсолютно за Плющенко. Просто стыдно. Вот так, друзья. Такое мое мнение. Пишите просто ваши комментарии, что думаете по этому поводу, слышали ли вы что-то об этом или нет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, значит, канал саморазвития Будда Гришна, Life is Good. Добавляйте в Инстаграм Будда Гришна, нижнее подчерканье единичка. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok